В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! В Нинецком Украине проходит межрегиональный художественный пленэр «Краски Арктики». Его организатором выступил выставочный зал Дома культуры «Арктика». Мероприятие проводится впервые и объединило художников из Коми, Вологодской области, Санкт-Петербурга и Нинецкого округа. Итогом этой работы стала выставка. На ней представлены порядка 20 работ пяти художников. И сегодня наши гости – участники пленэра Наталья Поликарпова, Федор Жуков и Светлана Бутакова. Здравствуйте! Здравствуйте! И давайте, наверное, первый вопрос. Вы расскажете немножечко о себе. Светлана, пару слов о себе. Кто вы, где вы работаете? Я ваша соседка, я из Республики Коми, член Союза художников России, преподаю живопись на кафедре изобретательного искусства и дизайна Соктовкарского государственного университета. Наталья? Я из Вологодской области, из старинного русского города Белозерск, член Евразийского художественного союза, член Американского сообщества пастельного и член Европейской гильдии пастелистов. Художник Рафик Пастелист. Спасибо, Федор. Я профессиональный художник из Санкт-Петербурга, член Совета художников России, член Петровской академии наук и искусств. Пишу картины, езженые на пленеры. Расскажите немножечко об этом пленере. Как вы попали в Ненецкий округ, как вы стали участниками этого арктического пленера, каким образом это произошло? Ну, надо сказать, что с Нарьиной Маром мы познакомились заочно, участвуя в выставке «Северправославный». Я несколько раз участвовала в этом проекте, прислала свои работы, и тем самым, как бы, вот такие невидимые мосты наладились. И когда вот стал организовываться этот проект, то я просто получила приглашение и с удовольствием откликнулась. Наталья? С Аленой Евгеньевной мы знакомы еще были раньше, так как я какое-то время проживала в Ненецком округе, и, соответственно, она позвонила, пригласила, ну, и я с удовольствием согласилась. Поэтому приехала и как раз вот на пленер. Это было, в общем-то, здорово и замечательно. Судорова как попали? А мне после выставки «Северправославный» предложили провести выставку персональную, честно, проходит в Арктике, в Арцикультуре, и поучаствовать на пленере. Расскажите, что такое пленер, в чем его особенность, этого пленера, да, что вы делаете, как это все происходит? Ну, пленер, в переводе с французского языка, это открытый воздух, да, или, вот, и работа на открытом воздухе, или под открытым небом, на натуре, не в мастерской. Она вот, вот эта традиция, она появилась в конце 19 века во Франции, художники собрались, на плотах стали сплавляться по осенне и писать этюды. И таким образом, вот, образовался такой интересный, такая интересная практика, которая по сей день прекрасно существует в разных вариантах. Пленеры сейчас бывают очень разные, их организовывают и частные какие-то компании, их организуют и художники отдельные, их организуют разные культурные центры и галереи для того, чтобы пополнить свои коллекции интересными работами. То есть художники собираются, как правило, сейчас это художники из разных регионов, иногда из разных стран, чтобы вместе какое-то время поработать на воздухе. То есть непосредственно на натуре, на природе. И вот пленер на Янмаре, он, в общем-то, такой классический вариант, когда художники берут этюдники, приезжают, знакомятся и начинают работать. Холодно же у нас, холодно. Да, холодно. Первое время было холодно. Да, ветер мешал. Красиво. Да, красота, она все равно все эти погодные какие-то такие неприятности, она нивелирует. А сколько времени вот вы вышли на пленэр, сколько времени вы пишете, насколько вас хватает, так скажем, в таких погодных условиях суровых? Часа на три, на четыре. Да, часа четыре, да, можно выдержать, ну, попив там, может быть, чаечку горячего согреться, но все равно с движением, потому что, ну, вот у меня, например, техника пастельная, мне тяжело писать стоя, да, поэтому приходится сидеть, то, соответственно, где-то так минут сорок часик ты можешь посидеть, но потом уже надо в движении размяться, согреться, и потом можно снова садиться. Вот, и так, потому что, ну, холод, естественно, начинает немножечко так это тебя обволакивать. Каким образом вы выбираете локации, каким образом, вот, что самое привлекательное здесь, и как вы это, ну, это заранее обсуждалось, что вы будете писать, или это каким-то стихийным образом происходит, о, увидели все, мы будем здесь, открыли этюдники, и все встали и начали писать. Ну, Алена Евгеньевна, она подготовила для нас натуру примерно то, что может быть нам интересно, да, и, соответственно, специфика, да, в первую очередь, тундра, потому что та же, взять тот же лес, да, мы все живем, в принципе, так, ну, относительно, как бы, рядышком, да, он, может быть, не настолько был интересен, сколько вот интересна была непосредственно сама тундра. Поэтому она предварительно для нас места подготовила, да, ну, и, соответственно, вот, как мы прилетели в первый же вечер, мы поехали их смотреть, ну, и каждый уже сам выбирал кому, что более интересно по своему вкусу. Ну, надо сказать, что вообще пленэр – это очень экстремальный вид спорта, вот, потому что художники приезжают разные, и как бы кураторы не готовили локации, как бы они себе в голове не представляли, как это будет, художники приезжают и начинают свою историю. То есть я, например, приехала, первый день я пошла, обследовала весь город, я приехала на денек пораньше, и я обошла все, порт, пригороды, промзону, все. Кроме того, мы обязательно ходим в музеи, чтобы проникнуться местом, чтобы как-то понять, ну, где мы. Это, ну, не просто елки, не просто озера, это территория, которую ты должен как-то осмыслить, и уже в соответствии с этим ты выбираешь. Вот тундру ты будешь писать или городской пейзаж, или, может быть, архитектуру, то есть, конечно, изначально хочется все. Вот ты ходишь, и ты вот это бы сделал, и вот это, и вот тут у тебя уже серия в голове, а вот это вот в такой технике. Ну, потом жизнь диктует свои условия, погода, и ты понимаешь, что если ты десятую часть из того, что ты насмотрел, задумал, делаешь, в принципе, это неплохо. Вот, поэтому для меня никогда не очевидно, что в итоге получится, куда ты в итоге все-таки встанешь, и что ты сделаешь. Это вот, я говорю, это такой определенный вызов. Встать и быстро сделать работу вот в тех обстоятельствах, которые предлагает жизнь и погода. Освещение, твое настроение, здоровье, как ты одет, правильно ли ты выбрал действительно ракурс, может быть, иногда ошибаешься, и просто не получается работа. И каждый вот так вот начинает свою жизнь. То есть вот в локации каждый художник проживает свою маленькую жизнь, вот как мне кажется. А ваше любимое место какое? Что вам больше всего понравилось? Что вас потрясло, может быть? Я вообще хотела сделать порт, но я даже не смогла там встать. Просто меня, ну, просто меня уносит там, я искала место. Я бы хотела сделать это, я бы хотела сделать город с этими кранами. Вот у меня, когда я приехала, я вот такой план как-то в голове держала. Но в итоге, сколько раз я бы туда не ходила, пристраивалась там в беседке, туда-сюда, да, я понимаю, что вот я физически не смогу это сейчас делать. И когда нас привезли в тундру, совсем вот мы так далеко поехали, уже вот где прям тундра-тундра, ну, там просто такая красота, она такая очевидная красота, которую, ну, как бы не делать как-то неправильно. Потому что приехать на это место, и вот эти морожковые по цвету поля, или там карминовые, или какие-то болотистые, ну, это такая очевидная красота, которой нигде нет. Это такая, ну, я бы даже сказала, экзотика даже для меня, северного человека, который с этюдником Коми-Республику прошел, включая Приполярный Урал. Вот, и то для меня это было такое откровение, когда вот эти все краски вдруг заиграли, потом они еще за выходные изменились. И, ну, ты понимаешь, что вот в этот момент сейчас лучше сделать это. Вот, поэтому я перестроила свои планы, и вот все-таки как бы природа, ландшафт, вот стали темой моих работ. Наталья, а ты? Для меня изначально я сразу же хотела и планировала вот именно тундру, потому что я очень плотно общаюсь и с американскими пастелистами, с художниками, с европейскими, с французами, с бельгийцами. У нас идут контакты, и мне очень хотелось им показать, потому что, естественно, они этого никогда не увидят, да, вот. Ну, и поэтому моя была задача показать красоту тундры, вот. И мне очень вот именно вот это было важно, чтобы они увидели, что Россия у нас большая страна, и так как общение идет, постоянное, вот. То, что где я живу, да, мы обмениваемся этими работами, это все они представляли, а вот Арктику, Тундру, они, конечно, это не представляли, они не представляли, в каких условиях мы работаем, да, и когда я там высылала им фотографии, смотрела, какие мы все были наздемлены в сапогах, в этих одеждах, в пуховиках, да. Вот, и, конечно, там была куча вопросов, но и восторг был, восторг, когда я посылала фотографии, посылала также этюды свои, которые писали мы, и как ребята работали, тоже показывала фотографии. Конечно, интерес был такой гигантский. Они не представляли, что это настолько красиво, они не представляли, что можно работать, будучи такими наздеванными, и этими, у них была куча вопросов, причем у американцев вопросы были практичные, а какой пуховик, а какие сапоги, а где рукавицы, где там чего, да. А вот тоже, допустим, у французов было наоборот, они все ушли сразу в красоту, когда они увидели то, что мы пишем, они, ой, как завидно, ой, как хочется, и поэтому уже там они свои мысли прорабатывают, что, может быть, когда-нибудь получится бы и им бы приехать сюда на пленэр, потому что она впечатлила, очень впечатлила. Поэтому у меня изначально уже было... Так как с Наринмаром, да, с Наринмаром я сама знакома, и, в принципе, ну, наверное, все уголочки знаю города, а вот тундра, тундра у меня не получалась. А вы в Наринмаре зимой были? Вы видели зимний Наринмар? Да, да, видела. Зимний видела и летний видела, так как прожила здесь три года, с мужем мы прожили. А вот в тундру именно у меня не получалось уезжать, потому что как-то, ну, так оно не складывалось. Поэтому я изначально была нацелена туда и согласилась вот на предложение Алены Евгеньевны. Ну, в какое время года Наринмар и вообще округ? Наринмар, конечно, в зимнее время года. Это красота очень такая прям, вот он весь какой-то такой, всегда как выни, деревица, вот эти вот красивые небольшие елочки. Мне он больше нравится и как-то вот чувствуется этот мороз в нем всегда. Вот, ну, а тундра меня впечатлила, конечно, осенняя. Краски действительно ближе, когда теплее туда, к экватору, там, конечно, таких красок нет. Даже осень золотая у нас на Вологодчине, она все равно не такая, какая она здесь. Здесь вот что-то прям такое вот удивительное. Фантастическое. Да, действительно, вот этот морожковый цвет, он, его нет в другом месте. Он только вот в этой тундре. Буйство красок, да? Да, да, это вот потрясающе. Красторы тундры. Что вас вдохновило, Федор? Мне все понравилось. Поехали на базу арктического центра. Там все мне поразило, очень все понравилось. Дедушкинские озера, сама тундра. Я сам с севера, поэтому как бы отпредставлял все это, как будет холодно, поэтому потеплее оделся. А в какой технике вы работаете? Я пишу маслом. Маслом пишете? С собой вытянутые холстики взял, как раз вот подходили, чтобы под просторы тундры. Ну, на пленэре вот маслом, это же очень долго. Ну, долго, но это удобнее. Удобнее писать, что-то исправлять. Сразу цвет можно набирать. А когда вы на пленэре, эта работа, она же не закончена, то есть вы три часа, грубо говоря, работали, да? Эта работа закончена уже? Вот все, три часа закончилось, и вы все, поставили точку. Или нет? Или вы возвращаетесь к тому, что... Ну, что-то можно дописать. Если работа большого формата, то ее лучше. Когда просохнет, может, что-то там дописать, может, там по памяти довести, какие-то акценты расставить. Ну, у каждого своя тактика и стратегия. Вот мы троем здесь встретились. У нас три разных техники, абсолютно разные форматы, и каждый свою историю делает. То есть, если Федор действительно он холст масла, как мы говорим, хэме, то это определенная технология, потому что краска должна просохнуть, нижний слой должен подсохнуть, чтобы верхний класть. Он работает, значит, там подсушивает, потом продолжает. Наташа, она пастелистка, у нее небольшой формат, она практически сразу делает а-ля прима, выдыхает, и берет новый лист, я акварелистка, причем я люблю формат большой, и пока не умрешь, там сделать. Вот, ну, иногда вот бывает, что и дождь смазывает, иногда ты просто не можешь сообразить тон, и ты понимаешь, что лучше сосредоточиться потом и довести работу. То есть, я закладываю большой лист на месте, стараюсь взять тональные отношения правильно, композицию заложить, а дома уже там травинки, листочки довести, и в итоге иногда получается абсолютно другая работа, когда ты уже не зрительно работу воспринимаешь, а интеллектуально. И поэтому то, что ты сделал на природе, то, что ты довел уже дома, это могут быть две разные работы. У кого-то, наоборот, кто-то пытается сохранить максимально тот этюд, который сделан на натуре. Но вот у нас тут получился перерыв два дня, выходные, когда ветер просто... Ну, мы выйти даже не могли. Погода разъяснилась. Погода, да. И я, например, сделала вообще декоративные композиции дома, просто по впечатлению, по ощущению, просто фантазийную такую работу сделала. Вот. То есть, это вообще не натурная работа, но которая, на мой взгляд, вот как-то отразила мое впечатление. То есть, просто, когда ты приезжаешь на 10 дней, то тут вообще другие вопросы, не такие, как в мастерской. Тут нужно максимально собраться, максимально выложиться, максимально сделать все, что вот, все, что можно сделать за это время. Поэтому я говорю, что вот тут у каждого своя тактика. У каждого в голове компьютер. Что он сегодня, что завтра, что он доводит, что у него сохнет, с чем он завтра выходит. Вот. Поэтому это очень интересно. И потом пленэр — это не только работа на воздухе, это работа вот коллектива такого. Потому что ты смотришь какие-то интересные моменты, ты смотришь какие-то даже секретики, потому что у каждого есть кто как что делает. И поэтому на пленэр едут люди, которым общение тоже важно. То есть всегда заранее узнаешь, кто поедет, смотришь в интернете, что он умеет, что это за человек. И ты как бы, ну если время позволяет, и ты, конечно, как бы и заочно сначала знакомишься, смотришь. Вот. И некоторые подгадывают так, чтобы поехать с каким-то мастером, например, посмотреть какие-то его такие секретики. То есть пленэр — это, ну и общение тоже. И поэтому вот этот результат, который получается, это все вместе. Это и твоя внутренняя работа, это и условия, которые продиктованы непосредственно какой-то локацией, это и общение друг с другом. То есть вот это такое все вместе, иногда результат вообще непредсказуемый бывает. То есть люди меняют технику, меняют и форматы, и вообще взгляды на жизнь меняют. Поэтому это очень интересное мероприятие, в принципе, и не только в плане вот делания работ. Это вообще просто маленькая жизнь, которая заставляет тебя вот думать и концентрироваться на работе. Потому что мы сейчас приедем домой, у нас есть своя бытовая жизнь, у нас есть свои друзья, у нас есть работа. И вот эта маленькая жизнь в тундре, как говорится, она тебе дает возможность потом еще не какое-то время быть в этой теме, доводить работы, может быть, задумать новые. То есть, ну вообще, я считаю, что это вообще личная жизнь каждого. Вот такие вещи, они каждый проживает вот как-то особенно, по-своему. А где будет, можно увидеть результаты вашей работы, где вы будете их выставлять, где вы будете их представлять, то, что вы почувствовали, то, что вы увидели? А сейчас выставка проходит. А это именно ваши работы на пленэр, да? Да, это вот наша пленэрная работа. Вчера открылась. У меня мысли такие, что по поводу пленэра, вот все, что я наработала, да, ну, соответственно, прониклась этим всем. Вот. У меня уже тоже в голове сложилось, потому что пастелью все-таки, если брать, если у Светланы, у нее большие форматы, ей удобно на пленэре акварелью, да, пописать, то мне, конечно, желательно пастелью все-таки, там немножко другая техника, и мне желательно все-таки такую твердую основу, и чтобы это было тепло, и нигде ничего не дуло, не сдувало, вот, то я на базе вот этих вот пленэров уже планирую где-то, может быть, работы 2-3 тоже такую серию сделать, и ее уже показывать, вот, на выставках и в Америке, и в Европе. Ну, естественно, не вживую туда их отправишь, а как это так, благодаря интернету, у нас сейчас можно участвовать в таких мероприятиях, вот, мне, конечно, очень хотелось бы довести вот эту вот серию, то, что им это очень понравилось, и мне хочется показать, вот именно и Россию, Арктику, что этот, как сказать, этот проект, который, ну, создала Алена Евгеньевна, хотелось бы, чтобы он жил и продолжал, и чтобы художники приехали из других регионов, не только вот, откуда мы приехали, да, вот, а чтобы подключились, и география расширилась, и, возможно, в перспективе, и международный будет, не только межрегиональный, а и международный пленэр выйдет на уровень, потому что тундра этого стоит, потому что это красота, которую надо действительно показывать, и надо приглашать сюда художников, чтобы они, и она разносилась вот по всему миру. В других регионах такой опыт есть? Вы когда-то были тоже участниками подобных мероприятий в других регионах? Да, конечно, это по всему миру практика, я была, наверное, в 15-ти или международных, и в Италии, и в Испании, и в Черногории, и в Сербии несколько раз, в России, это в Вятке прекрасный пленэр, в Новгороде, то есть это практика, которая существует почти во всех регионах, другой вопрос, уровень финансирования, кого можно пригласить, кто приезжает, очень много составляющих, вот насколько власти поддерживают, потому что это и бытовые условия, это и транспорт, это и, как говорится, и вот с этими работами, с ними нужно и дальше работать, то есть это можно показывать, это можно мастер-классы проводить, это можно молодежь привлекать, и вот я, например, участвую в таких проектах, когда мы приезжаем, и я, например, так как я преподаватель, я могу с детьми поработать, могу мастер-классы дать, и мне бы вообще хотелось, чтобы вот такие проекты, они имели, ну кроме того, что, конечно, не каждый художник это любит, некоторые любят просто работать, и чтобы их не трогали, я всегда пользуюсь моментом, если есть возможность с людьми общаться, с жителями, я вчера с художественной школой познакомилась с всеми преподавателями, меня уже на мастер-класс пригласили, я надеюсь, конечно, что вот такие пленеры, они все-таки, ну как бы, создают такие невидимые нити, которые потом где-то завязываются в узелочки, в какие-то новые проекты, не обязательно здесь, может быть и здесь, ну то есть это всегда, ну так, мне кажется, что люди, особенно на севере, в таких небольших городах, в таком же, как и я, в Сектовкаре живу, но для нас всегда важно, интересно наладить какие-то отношения, как говорится, с большим миром, вот, и поэтому, может быть, другой, следующий пленэр будет как-то, ну более социализированным, что ли, то есть с привлечением детей, с, может быть, привлечением зрителей, к выставке, то есть, ну просто нужно развивать, любую идею нужно развивать, и я думаю, что мы рады, что мы такие первые, что нас позвали, что, возможно, это начало какой-то интересной истории в Нарьинмаре, все зависит, конечно, от поддержки и властей, и города, и выставочный зал, насколько он будет готов, да, к такой работе, потому что она действительно серьезная, и, наверное, все со мной согласятся, что мы очень благодарны, на самом деле, и нашему куратору, и выставочному залу, потому что все наши предложения, в принципе, встречались хорошо, то есть, мы вот это не хотим, а давайте туда поедем, у нас всегда и водитель есть, который нам и места покажет, и всегда есть люди, которые нас спасут, там, от дождя, и накормят, ну то есть, это такая работа, ну как бы сказать, это такая жизнь, когда все со всеми, коллективно, не только художники, мы сами по себе, потому что ты можешь взять и тетик, поехать один, но когда ты приезжаешь на проект, во-первых, это ответственность, всегда, потому что ты должен все равно выдать максимум, и должен отработать, ну вот это доверие, что ли, когда тебя приглашают, поэтому никто, ну как бы, не освобождает тебя от ответственности, вот, и ты должен, ну максимально все сделать, как он будет развиваться, это очень интересно, вообще интересно, любой проект, как он будет развиваться, он, конечно, может в любую сторону пойти, и чисто такую художественную, то есть, показывать на выставках, потому что художники работают, потом эти работы, они появляются там, на всероссийских проектах, то есть, насколько художники будут сами в этой теме, насколько они здорово это будут делать, настолько и будет резонанс, то есть, вот в Кирове начали, 15 лет, его знает весь мир сейчас, хотя это деревня в Кировской области, вот такусенькая, там не жить негде, не покушать, не поспать, мы там в старой школе на матрасах спали, а сейчас это всем известный бренд, отстроили резиденцию, понимаете, за 15 лет, то есть, вот так можно раскрутить проекты, и туризм, и, ну действительно, туда французы приезжают горшки делать, и в печах обжигать, поэтому, ну, хочется пожелать, чтобы в Наринмаре что-то такое вот хорошее появилось, может быть, это и не каждый год, но какая-то вот такая история интересная, потому что действительно, очень экзотичное место для обычных людей, очень необычный рельеф, что он такой гладкий весь, этот цветной город с этими вот такими цветными пятнами, ну, я не знаю, мне кажется, он настолько вот, ну, в принципе, может быть интересен именно какой-то вот этой своей необычности, с одной стороны пустотой, потому что нет деревьев, нет аллей, нету вот этих закрытых уголков, город очень открытый, ты идешь, и такое чувство, что ты идешь вот по зеркалу, и все видно, тебя все видят, и вот это вот такой необычный этот город, он вот, как бы вам сказать, его если описывать, вот я говорю, ну, да, он тоже мне уже, друзья пишут, вот и где, говорю, вы знаете, очень необычно, ты идешь, как будто по плоскости такой, нету холмов, нету впадин, ты просто вот все время, как будто ты на сцене, очень необычно, вот, и поэтому, ну, хотелось бы пожелать, чтобы как-то вот Нарин Марш что-то свое придумал, может быть, он вообще что-то изобретет такое, чего мы не знаем, вообще-то в этой практике, вот, но я, конечно, надеюсь, что буду сотрудничать, вот, с художественной школой, например, может быть, на пленэр. Как вы оцениваете вообще вот нашу художественную школу, насколько там есть возможность, перспективы для развития, именно юных художников, чтобы они куда-то поступали, чтобы они продолжали в этом русле свою дальшую жизнь? На мой взгляд, вот, такое понятие, как школа, оно везде как бы пошатнулось, потому что все-таки сейчас искусство, оно не столько развивается, ну, такое детское и подростковое, не столько в сторону профессионализма, сколько в сторону такого развлечения, и это везде так. Поэтому те люди, которые будут готовиться в вузы, конечно, им нужна подготовка, им нужно специально подготовиться, чтобы в любой сейчас в вуз поступить. Поэтому, как в любой другой, если находятся те люди, которые будут дальше в этой области двигаться, они будут находить способы, как это сделать. Самое главное, что эта школа есть, она работает, люди там развиваются, и нацеливаться ли этой школе на поступление куда-то, не факт, не обязательно. То есть, тут сейчас это очень такое гибкое дело, потому что, когда художественная школа была чисто таким профессиональным, первым звеном, да, профессионального образования, это была одна школа, практически все от этой модели ушли, потому что стать художником, это, это единичный тоар, это как, вот, ты не предугадаешь, кто вот даже из тех, кто у кого получается, у кого есть талант, пойдет ли он, будет ли он в этом деле. Но если школа будет сама по себе проявлять какую-нибудь инициативу, и будет детей, в принципе, воспитывать конкурентость, потому что они просто не боялись ехать, поступать, заявляться, не бояться больших городов. Мне кажется, тут надо ментально просто работать, научить рисовать можно. Поэтому я за такую креативную школу в любом месте земного шара. А вот, коль скоро вы за город заговорили, у нас сейчас пошло такое движение, он появляется на домах, на зданиях производственных, граффити. И вот неоднозначно, так скажем, да, вот я вчера посмотрела соцсети, почитала, там неоднозначно люди относятся к этому всему, а вот ваши отношения, насколько это нужно или не нужно? Если отражает культуру города, вот интересно, допустим, приезжим узнать там, да, вот какие-то вот национальных поэтов, героев каких-то, вот это интересно. Приезжаешь, какое-то впечатление хочется услышать, увидеть, потом ознакомиться даже с этим. Ну, мне кажется, что вот то, что сейчас происходит на Риммаре, да, вот начали это дело, мне кажется, что это очень здорово, потому что надо отдать должное, работают, я так поняла, насколько я слышала, была в теме в этой, что работают художники-профессионалы, и действительно, они подбирают сюжеты, которые будут интересны, даже, может быть, ну, понятно, что и жителям города будут интересны, и будут интересны, в первую очередь, действительно, гостям. И Федор правильно сказал, что есть такие вещи, которые ты посмотришь, и потом действительно думаешь, ой, дай-ка я, а кто это такой, а что за герой, почему вы его изобразили? Это же утверждает архитектор же города. Наверное, да, у вас, или как у вас эскизы, кто у вас? Ну да, да, это все согласовывается, конечно. Да, вот подход у вас очень здорово и интересный. Когда это просто так, кто-то там чего-то где-то наляпал, ну, оно, иногда бывают и какие-то безумные краски, и вообще, вот ты думаешь, ну, настолько это все выбивается из общего как-то состояния, такого все, что окружает, оно немножко, ну, мне не очень нравится. А когда оно все сделано, как бы со вкусом, продумано, да, и конкретные какие-то такие вот интересные сюжеты, то ничего плохого в этом нет, наоборот, здорово и интересно. Вы бы хотели, чтобы ваша работа появилась, вот, допустим, с пленера появилась на каком-то издании? Если бы хотели, то на каком? И какая работа? Ну, вообще, нет, я человек скромный, я еще немножко бы поработала, да, прежде чем на какое-то здание в Наринмар свою работу поместить, вот, но что касается граффити, у меня другое мнение, я считаю, что граффити, это, в общем-то, уличное искусство, и, если у людей есть желание это сделать, просто нужно дать место, там, вот гаражи у вас там, сотни, от того, что они будут яркие, ну, не знаю, если владельцам гаража это не хочется, то, конечно, не надо, ну, в принципе, почему не дать людям возможность это делать, это делают весь мир, подъезжая к Барселоне, там просто все в граффити, там места живого нет, и никто не обсуждает, потому что это уличное искусство, вот, Наринмар, если он хочет, как бы сказать, ну, какое-то свое лицо иметь, то, возможно, действительно, есть какие-то, должны быть зоны для, просто их отдать уличным художникам, если они захотят попробовать, ничего в этом плохого нет, я считаю, но, конечно, вот я с Натальей согласна, что если это какие-то знаковые места, да, и это раздражает, раздражает население, почему они из окна должны видеть то, что им не хочется, тоже можно понять, поэтому, если профессионалы приедут и несколько зданий сделают супер, супер классно, почему нет, вот, но я за то, чтобы, и если есть какая-нибудь, такая инициатива снизу, тоже надо дать возможность, баллончики. Может быть, попробовать, просто вот люди приезжают, приезжие же гости, вот где-то возле аэропорта, чтобы они видели какие-то вот красивые места самой тундры, чтобы интересно было им дальше поехать, вот там посмотреть это все. Но в итоге все равно, город небольшой, я думаю, люди могут обсудить сами, а не приезжие, им посоветуют, что делать. Мне кажется, что те люди, которые здесь живут, им виднее, как они хотят жить, в какой среде они хотят жить. Эта территория не наша, мы здесь гости, поэтому мы можем, конечно, мнение сказать, но в принципе, конечно, самим Нарьинмарцам решать, как они хотят жить. Может быть, они действительно хотят жить в чистом пространстве, вот с такой прекрасной природой. Может быть, им не хочется вмешательства вот такое, вполне тоже понимают. Но это в меру. Да, то есть я считаю, что, как говорится, все хорошо, что в меру, что эстетично, по крайней мере. Мне кажется, любой человек обладает чувством, ну, красоты. Может быть, он для себя это не формирует, но если он видит что-то некрасиво, он это понимает. И поэтому, конечно, не хочется, что просто город вот так вот из баллонов там забрызгали чем-то. Вот. Он сейчас очень симпатичный город. Он очень симпатичный. Вот я не знаю. Красивый. Да, потому что особенно вот мы поехали там со стороны вот озер, там он такой, ну, как игрушечка стоит, вот такие крыши яркие. И он такой какой-то аккуратненький, с этими лодочками. Сады такие, как замки, какие-то такие дворцы. Ну, там эти лодочки, яхты, прям так сфотографируешь, так прямо Швейцария. В хорошем топогоде. Да, даже район аэропорта, вот там новый дом. И мы как раз проезжали, когда Васькины озера или Васькино озеро? Васькино озеро, да. Васькино озеро, да. Да, мы туда нас повезли на Пленэр. И как раз уже это как старый аэропорт, да, местность-то называется, да? Да, да, старый аэропорт. выстроен он в такой красивой цветовой гамме, и он как раз так сочетался. Вроде бы современная постройка, да, такая вот, ну, не скажешь, что прям там шедевр архитектурный, да, ну, жилой дом. Но он настолько органично вписался вот в пейзаж, который идет за ним, эти вот морожковый цвет, и мы даже вот остановились, посмотрели, думаем, боже мой, вот хоть возьми и напиши Пленэр. Вот настолько как бы красиво, гармонично, вот, и действительно, проживя вот в Наринмаре какой-то период, я тоже отметила, что очень красивые домики, они вот прям такие вот настроения создают, приятные, что не в каждом городе есть такая вот архитектура городская, да? Особенно на севере. Да. На севере все скучное серое, и когда на север какой-то город едешь, сразу, сразу грустно, и тут вообще было, ну, для меня это удивительно, что вот мы приехали. Оно создает настроение, ты приезжаешь, не в грусть куда-то впадаешь, ой, куда ты попала, вот именно впадаешь что-то в такое, что тебе сразу, ух ты, как здорово, как весело, как интересно, и хочется и погулять по городу, и ты понимаешь, что будет вот замечательно. Я думаю, у каждого автора останутся хорошие воспоминания, и потом уже будет какой-то итоговая выставка, какая-то будет в своем городе. Ну, поработать надо, да. Возможно, если этот проект будет жить, и мы, конечно, естественно, желаем, чтобы и власти обратили внимание, и была поддержка, потому что, ну, это важно, вот для Наринмара это очень важно, потому что, действительно, вы обладаете таким природным ландшафтом, который вот нет у других регионов, и как бы там не хотели, природа приблизительно где-то, ну, там, ну, она меняется, но не так. А у вас вот эта вот тундра, она стоит того, чтобы вот этот проект пленарный жил, и приглашать сюда не только с Россией, вот именно и иностранцев, и, конечно, очень хотела, чтобы власть это поддержала, и, возможно, даже потом, мы бы первые, как первооткрыватели этого пленера, может быть, потом выставочный зал в лице, там, Алены Евгеньевны создаст эту выставку, и мы привезем уже не пленарные работы, а привезем наши работы, которые мы создадим уже вот после пленера, каждый у себя в мастерской, и будет вообще потом шикарная выставка, когда вот это вот все соберется. Было бы замечательно. Я думаю, на этой ноте позитивной мы закончим программу. Наши большое спасибо, что вы к нам приходили. А я напоминаю, что в гостях в нашей студии были художники, участники первого арктического пленера. До свидания, до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин